Радио 54 Давайте начнем с какой-нибудь замечательной музыкальной истории. Что-то сейчас будет, предупредим слушателей. Одна... Что-то из нашего сибирского. Да, скажем так, одна из песен, которая... Кельтская на сибирский лад. Ну, типа того. Но на самом деле это польская песня. Польские поляки, вернее, иркутские поляки, которые живут в Иркутской области. Мы занимаемся собирательством таким вот фольклорным. И тувинская, ирландская, шотландская, польская, и бурятская музыка в нашем репертуаре под зеленым дубом. Давайте-ка, давайте, друзья, делайте громче. Польские поляки, вернее, иркутские поляки, которые живут в Иркутской области. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. Ну, какая красота. А вот на чем сейчас играли? Расскажите, слушатели ловят, да, вот эти сигналы, пытаются понять, что это за музыкальные инструменты. Расскажите. Это бузука. Ну, лучше Никита Михайлович расскажет, конечно. Бузука, греческий инструмент, который попал в руки ирландцам, они его перестроили под свой ирландский монет. Вот сейчас, кстати, бузуку наш любимый Игорь показывает в прямом включении в Инстаграме. У нас прямой эфир, друзья, можете посмотреть. Вот он, вот она, красавица. Вот он, бузука и... Это бойрон, ирландский барабан. Ирландский барабан можно сейчас вот до крупных кадров сделать. Мы просто купили и играем, и все. Главное, играем. Да, здесь кожа неизвестного животного, дерево приятных пород. Ну и все, играется вот таким стиком, палочкой. Неплохо, неплохо, неплохо. Все, сейчас уйдем в транс нам еще работать, подождите. Да, ладно, если мы уйдем в транс, главное, чтобы не вызвать никого тут случайно. А уже стучат, уже стучат. Что за самайн такое, что за слово такое самайн? Что это будет? Расскажите поподробнее. Ну, вообще, природа человеческая такова, что когда наступает зима, уже совсем темнеет. И, в принципе, это внутри наших биологических часов все начинают потихонечку к этому готовиться. Запасы, припасы, какие-то там такие вещи. У нас это тоже очень все в традиции. Соление, варенье, картошка, морковка. У кельтов то же самое, только они начали это делать, может быть, несколько по-другому, с элементами мистики. Например, они прогоняли через огонь скот свой, чтобы освободить их, так сказать, и очистить от всего такого нехорошего-нехорошего. И войти в зиму, вот такие чистые, счастливые, пировали, гуляли, общались там, духи выходили к ним. Даже из холмов, потому что настолько было все весело. Душевно, сложно усидеть. Они говорят, что, не боитесь, наверное, мы не боимся вас вообще, что давайте вместе посидим, поедим. Мы уже капусту квашеную поели, нам уже все прекрасно. А что такое есть в кельтской культуре, чего вот не было в нашей культуре, но вы для себя это отметили, и вам это, ну, как-то очень-очень интересно вас это заинтересовало. Например, то, что душа же у кельтов, она же где-то в голове, да? Знаете, что интересно есть в кельтской культуре? У нас столько общего на самом деле. Совершенно с вами согласен, очень много общего. От кельты, из кельтов. Ну, во-первых... Ну, легалы там как-то. Да, внутренние вибрации, они очень схожи. А вот, отвечая на ваш вопрос, что интересного в кельтской культуре, что нас заинтересовало, мы пытаемся это пропагандировать. Вот, кельты считали, что можно занять денег, и товарищ отдастся в следующей жизни. Отлично. Верили исключительно. Я предлагаю кредитов набрать и сказать, ну, а, и договорились. А мы кельты. И отдать. У нас так принято. Вот, есть кельт, и все. Так вот, по поводу Самайны, возвращаясь, то есть, эта история ментально, да, она посвящена переходу в другое время. Да, в темное время, совершенно верно. В темное время. И это значит, что происходит с душами в этот момент людей. То есть, они же не темнеют вместе с окружающими? Нет, они не темнеют. Наоборот, это как эшелон перехода в авиации. То есть, тут нужно переключиться на другую ситуацию и подготовиться к этому. И не проворонить время, чтобы сиды-то из холмов, они не дремлют. Они не просто пришли поперевать. Они хотят увезти с собой девушек. Там хотят забрать души, там, зазевавшись. Поэтому нужно вести себя очень аккуратно, культурно. Ну, так встретиться с духами и их назад. А войти в это состояние в каком-то несколько ином ключе. Что-то переосмыслить. Посчитать там баночки в погребе, я не знаю, там, овечек, курочек. Заземлиться. Заземлиться, да. И ждать, ждать, ждать. Начало лета. Бильтайн, это 1 мая. Я очень надеюсь, что после вашего выступления нас, Юлия Игоревна, на костре не сожгут. Слушайте, ну, вообще, вхождение вот в такое, ну, чуть трансовое, скажем, да, состояние, всегда этой истории способствует правильная музыка. Может быть, мы еще что-нибудь послушаем? Да пора уже. И будем готовиться к правильному внутреннему. Давайте Тувинскому. Давайте, давайте. Очень даже заранее. Мы пошли по сибирским кельтам, да. Самаин проходит, шагает по планете просто и везде. С востока на запад, запада на восток. Ну, Тувинское произведение. Мы такие люди, поэтому у нас сибирских песен тоже полно. Тувинское произведение. Тувинское произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, сейчас прям по каждой струнке души серьезно было. Я прям чувствую, как сейчас вирусы дохли вокруг. На подлете, на подлете. А можно теперь, пожалуйста, в переводе на русский вы сейчас пели о чем? Да. И вообще, откуда у парня испанская грусть? Ну так, в общих чертах это была песня. Эта песня называется жанр такой, кожамык из тувинских сел, ижзинские тувинцы, насколько я помню. Она ждала его, пока не дождалась, в итоге все умерли, да? Вы знаете, песни пели «Что вижу, ты бою», да, 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 да. Да, и у них, насколько я понимаю, соревнования есть в этом жанре, то есть можно перепеть. Мотив достаточно традиционно обозначенный, а тексты, каждый сказитель, каждая певица или певец. То есть вы не знаете, о чем пели, да? А любви? Что является главной силой во вселенной? Ну, сто процентов. Там тексты, мысли разные. Любовь к тому, что ты делаешь, где ты находишься, с кем-то, вот пишут. Нет, я почему спросил, что если бы вот тувинец сейчас нас слышал, он бы хоть одно слово разобрал, или бы просто вот сейчас придумывали? Я очень на это надеемся. Нет, я думаю, разобрал, разобрал, да? Нет, я к тому, что это был не просто набор звуков, но некоторые же поют так реально вот. Нет, безусловно. Нет, Катя очень строго к этому относится, скрупулезно. То есть она фонетика, произношение, перевод обязательно присутствует. Я стараюсь с носителей снимать. И, кстати, она сыграла на русском инструменте гуду. Да, у нас сейчас по номерству. Мы, кстати, да, про третий-то не рассказали? Катя, покажите нам, чтобы в Инстаграме сейчас наши зрители тоже посмотрели. Да, это русский гудочек. Так, кусок бревна. На нем... Похоже, кстати, на большую ложку. Разделочная доска, короче, да? Порезай там чуть-чуть. Они разных размеров могут быть. Нет, заметьте, какие у нас с вами разные подходы к музыке, а? Да, 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 да. То есть вообще это дорогая история, такие инструменты? И редкая. Сложно найти? Найти нужно. Прямо поискать нужно. Но, знаете, огромное количество этнически увлеченных мастеров и музыкантов. Можно найти единомышленников и... У нас на Сибирске это делают. Именно этот гудок сделан, да, на Сибирске. Вот это, да. Мастер Сережи Адаменко, замечательный мастер, который огромную, я считаю, огромный ассортимент у него инструментов от старинной музыки. Да, он занимается старинной музыкой, он сам гитарист профессиональный, и вот занимается такими инструментами. Врежем по нашему, так сказать, по нашему кельскому моцарту. Это называется тема «Мышка на кухне». Так. Да, у них так все было. Вот «Мышка на кухне» пробежала, раз они что-то написали. Раз они беги песенка. Да, что-то там грохнуло, а они тоже написали. Вот «Мышка на кухне». Тараканчик прополз стих. Все понятно, понятно, понятно. Ну, давайте, давайте. Мышка на кухне Мышка на кухне. Мышка на кухне. Бежала. Напомним, друзья, прямо сейчас в нашем инстаграм-аккаунте ведется прямая трансляция происходящего. Можно насладиться прекрасно, посмотреть на музыкальные инструменты, посмотреть на наших гостей. Кто-то упал, да. Кто-то упал. Ну, нет, все, как видят участники нашей прямой трансляции в инстаграме. Я так понимаю, что вот сейчас Рита ногой в пол та самая мышка кельтская на кельтской кухне отбивала, да? Все это было здорово. Это котик лапкой такой. Это было здорово. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, мышка, сейчас я тебе слямкою. Вот, Маш, вот нам, да, вам тоже, друзья, доброе утро. Доброе утро, Маш, всем. Кельтская-то вот так, сколько лет назад в вашей жизни, если с историей Стритфиддлерса, то это в 2003-м. 17 лет назад. 17 лет назад. А кельтская-то почему? Как-то так получилось случайно? Или вот эта история? Нет, не случайно. Очень правильный, очень точный, самый популярный вопрос, топовый. Мы работаем в разных жанрах. Катя классической музыкой занимается, Евгений Михайлович, рок-н-ролл, рок-музыка, все остальное. И подложки на радио, вот смотрите, озвучивает. Это восхитительно. Можно не заканчивать, пожалуйста? Лучший гитарист страны, один из лучших гитаристов страны, я не знаю, чудо просто какое-то. А как он играет на бузуке, там у нас ирландцы приезжали из Шотландии, ну русские, они говорят... Плакали. Они говорят, он, 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 ну вообще, где вы его нашли? Я говорю, кого Евгений Михайлович? Они нашли друг друга. Вот так вот, мы пробовали разные жанры в своей жизни. Я и рок-музыкой занимался, и народной музыкой занимался, и джазовой немножечко. Но, когда мы услышали вот эти мелодии и эти песни, у нас что-то внутрь щелкнуло. Откликнулось сразу. И мы поняли, что нужно в этом направлении долго-долго и интересно работать, что и делаем до сих пор. Это как бы вот мое, наше, свое, свое родное. А чувствуете, что да, родное прям, да, в сердце. Они тоже говорят, ирландцы, а мы с вами похожи, вы на самом деле там, нет, не обольщайтесь. Мы далеко, но мы похожи. У них только снега поменьше. Мы общались с ними, то приезжали там ребята, байкеры всякие там, с музыкантами общались, с шотландскими музыкантами общались. Они очень сильно удивляются, говорят, здесь что вы, да вы что, серьезно? У вас даже пап есть, да. А у нас есть сайт. У вас есть такое пиво в универсаме, которого у нас днем со временем не слышишь. Но они же любители этого напитка. Ну, конечно, да. Оценители. Это все было в рамках концертов филармонических. Они, конечно, были очень сильно поражены, ну, во-первых, уровнем, во-первых, интеллектуальным уровнем музыкантским. И вот этой одержимостью. Очень немногие знают, где это место находится, наше, скажем так, сибирск-навосибирском. Но, как бы, вот удивление вызывает. Ну, Сибирь удивляет, да. Да, очень сильно удивляет. Сибирь умеет. Сибирь умеет. Конечно, конечно. Захотелось, да, на фестиваль на белых? Вижу по твоим глазам, Кузнецов. Да, мне хочется что-нибудь еще послушать, но я вижу, что времени все меньше. Нет, 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 мы успеваем, да. Еще один какой-нибудь музыкальный подарок для наших слушателей. Давайте какой-нибудь самый такой настроенческий, тот, которого просит душа. Вот для такой красивой музыкальной точки нашей беседы. А, ну ладно, про «Первый снег» убедили. «Первый снег» автор «Первый снег». Это же даже я услышал, что «Первый снег». «Первый снег» автора Екатерина Ильича Аниса в аренжировке Евгения Михайловича Каргопулов. Я все продал. Да, поехали. «Первый снег» автор «Первый снег» автор «Первый снег». «Первый снег» автор «Первый снег» автор «Первый снег». «Первый снег» автор «Первый снег» автор «Первый снег». 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 «Первый снег» автор «Первый снег» автор «Первый снег». «Первый снег» автор «Первый снег». «Первый снег» автор «Первый снег» автор «Первый снег» автор «Первый снег». Продолжение следует...